Эл-Джей и Морген Штерн В отличии, например, от той же песни BTS Dynamite Задумка хорошая, реализация какаха И не лето Напоминают мне ранние потуги наших рэперов I like that! Полна любви Почувствуйте разницу, называется, с песней Нюши Ни хрена не понятно никогда А все же, а надо было раньше Как знаменитый ангел с небес Димаш Куда и Бергенов Ну что ж, сегодня тот самый момент, когда среди кучи новинок Вы и я, наконец, поймем Какие из вышедших песен топ А какие флоп Это РАМ-музыка, поехали РАМ-музыка Привет, ребята, я Рамин, это РАМ-музыка Да-да-да, на мне не черная футболочка На мне прекрасная футболочка, которую мне мои друзья подарили на день рождения Как говорится, создателей Авакарди Би Те, кто мне замутили Авакарди, познакомили меня Точнее нет, Авакарди родилась у меня дома Из меня Так вот, это РАМ-музыка Ребят, большое спасибо всем, кто присоединился к спонсорству на нашем канале Ссылку всегда можно найти в описании У вас около ников значки прекрасные, которые мне уже не терпится посмотреть, как изменятся У нас, значит, мы добавляем эмодзи Скоро пообщаемся в прямом эфире На канале есть также плейлист, только для спонсоров, в котором будут сохранены стримы Ну и сейчас есть доступные стримы только для спонсоров Так что, если хотите, нажимайте кнопочку и все, прочитайте все условия, все плюшечки по ссылке Спасибо большое, что поддерживаете честно Муа, просто муа, муа, угольки Тем не менее, у нас продолжается изоляция, последствия ее видны Многие школьники уже работают параллельно со школой А студенты уже выпустили и вас впереди, собственно, ждет огромный карьерный путь Вам нужно так или иначе выбрать, чем заниматься Куда можно применить свой накопленный опыт, свои знания Или, может быть, вы уже работаете, у вас по карьерной лестнице просто не идет продвижение, как у большинства студентов Может, у вас вообще нет той самореализации, которую вы планировали В таких случаях я обычно задаю себе вопрос А там ли я вообще работаю? А где я хочу работать? Приходите на бесплатный марафон новых профессий от онлайн-университета Skillbox 9 сентября, найди свой путь в Digital, где, собственно, и разберетесь, какой путь выбрать Это может быть веб-дизайн, интернет-маркетинг, разработка игр и многое другое Там куча разных диджитал направлений, обязательно посмотрите Я уверен, все мечтают о работе на удаленке Самых активных участников конференции, конечно, ждут многочисленные подарки от партнеров Ну, а вам нужно поторопиться, потому что бесплатных мест всего полторы тысячи Быстрее заполняйте форму, поэтому заходите по ссылке в описании и делайте осознанный выбор со Skillbox Ваше будущее начинается здесь У нас возник небольшой замес со словом неоч Вы знаете, что песни у нас подразделяются в этой рубрике на топ, флоп и неоч Так как у нас много новых подписчиков, этой рубрики давно не было, поэтому начались волнения в комментариях Это слово у нас уже менялось, оно менялось новой фразой Ну такое Потом, значит, я про это все благополучно забыл и опять стал использовать неоч И людям кажется, что у этого слова есть какой-то негативный окрас, будто это, знаете, такая двойка На самом деле я подразумевал под этим больше четверку То есть это песни, которым чуть-чуть не хватило до топовых мест Или что-то мне в каком-то месте не понравилось Или что-то вот здесь не совсем так Поэтому теперь я буду придерживаться термина норм Мы его тоже рассматривали еще давно, но он мне на тот момент не понравился Сейчас я думаю, он отлично описывает, собственно, то, что я хочу сказать Ну и так поехали Супер М, Tiger Inside Значит, тигр внутри, внутренний тигр Ребята поют про жестокую жизнь в этом мире Что останавливаем себя только мы сами Что нам нужно вырваться из клетки, собственно, и в свой мир Нужно вперед лететь как тигр То есть песня одна большая метафора на тигре Большие города и мегаполисы, значит, сравниваются с каменными джунглями Ну, в принципе, неплохо Мне понравился и темп трека, значит, такой воинственный Чувствуется сразу напор Это песня, кстати, на корейском языке Интересно, как корейцы воспринимают корейский текст с вкраплениями английских слов Имеет ли это вообще какое-то значение при переводе? Мне вот интересно Отметить сразу еще захотелось, что обработка на голосе почти не слышна Наконец-то можно расслышать голос В отличие, например, от той же песни BTS Dynamite, на которую я делал разбор Все-таки ушам поприятнее Норм 6ix9, Tutu Значит, Тикаши вернулся, наш любимый, с новым альбом Tattletales и своим новым синглом Tutu Меня, на самом деле, немного не впечатлило Я не знаю, как вам Давайте Мне очень интересно Я знаю, что многие из вас шарят в 6ix9ine Я себе пометил, вот, утилизируют все те же темы Про деньги, про баб, значит, превосходство над всеми остальными Абсолютно все то же самое, что я слышал, хоть и не во всех, но в большинстве песен 6ix9ine Причем все под такой, знаете, довольно рядовой драйковидный бит Поэтому, кстати, я оценку не поставил Давайте поставлю флоп Ну, а мы переходим к следующему Phineas What they'll say about us Что они скажут о нас Phineas это брат Билли Айлиш Phineas мне очень напомнил в этой песне Coldplay Прям очень напомнил Песня прямо в стиле колдов Если вам нравится Coldplay, обязательно послушайте Очень нежно, мило Songwriting skills на уровне песен Билли Айлиш То есть, пишет он песни хорошо Все-таки он же ей пишет песни, да? Очень красиво, очень витиевато, знаете, он поет об изменениях в будущем О том, что мы можем сделать этот мир лучше И свою жизнь можем сделать лучше Так что, если вам нравятся песни Coldplay, такие как Everglow Знаете, такие сентиментальные, очень спокойные То эта песня для вас Топ! Видите, у меня хорошее настроение Какие-то хорошие оценки N.K. Ahuebo Настя Каменских Представила новинку в стиле латино Я, значит, зашел в переводчик Смотрю, переводится как Офигенно Если это правда так переводится Можно было просто поиграть с языком И назвать эту песню как-нибудь типа Ахуэно Но потом я пошарил Переводчик говорит, что это слово переводится как Конечно Но во время клипа В припеве в субтитрах всегда пустота То есть, там есть русские субтитры А в припеве, значит, полностью отсутствует перевод Такое чувство, что Настя, мне кажется, даже сама не знает, что это слово значит Мне было интересно посмотреть, что Настя Каменских придумает Потому что мне очень нравится ее песня Чудо Рождества Новогодняя, очень красивая, нежная И я, честно говоря, не понимаю, чем привлек Настю Вот этот вот латиноамериканский, испанский Вот этот мексиканский флер Хотя нет, конечно, понимаю Тик-током Под испанские песни люди танцуют шикарно в тик-токе Очень сексуально Значит, это очень популярно Настя, видимо, как-то хочется вырваться на международный рынок Она даже в конце клипа говорит, что вот, давайте участвуйте в челлендж Ну и хочет попасть на вершину Что, в принципе, напомнить о себе это неплохо То есть, пробует что-то новое Мне после этого клипа на ютубе попался ее предыдущий клип Оказывается, он тоже испанский Честно говоря, хэзэ Если Настя хочет, чтобы ее, знаете, запомнили Как певицу таких бессмысленных танцевальных безделушек То я, конечно, ничего не имею против Ну, она даже в клипе толком неправильно произносит это слово Она говорит Она, мне кажется, даже не знает, как это произносится Или Предприпев вообще зачем-то на английском Понятно, она метит на международный рынок Потому что в тик-токе может стрельнуть что угодно Но она не понимает, что чем быстрее взлет, тем быстрее падение В тик-токе может стрельнуть что угодно И также быстро забыться А еще она забывает, что международный рынок намного хлеще Намного сложнее местного В этой песне я не услышал ничего, что меня бы привлекло Флоп Если тебе будет грустно Слушайте, мне очень понравилась песня с налетом на 90-е И мелодии, и ритм, и гармонии относят нас в прошлое Напоминает сразу несколько старых песен из 90-х, начала 2000-х Ну, чтобы вам понятнее было, скажу, что музыка мне еще напомнила аранжировки Насти Кош и Эмси Кисули А что напомнили мне эти песни, можете посмотреть в одном из предыдущих видосов Где я слушал песни блогеров Довольно милые лирические Рауф и Фаек звучат отлично Слышно, что в припевах достигается такой, знаете, дворовый эффект звучания Вот именно из этого натужения, надрыва Не знаю, намеренно или нет, но это работает И меня устраивает все, пока не вступает Эдуард Хиль Ну, то есть не Лето Я не понимаю, зачем он выворачивает так свой голос Пение вот это по слогам в припеве То есть Зачем? Какой-то на бридже, значит, церковный звук Понятно, они там в три голоса спелятся Нелета отчаянно пытается, значит, менять тембры Как знаменитый ангел с небес Димаш Кудайбергенов И я, честно говоря, сначала даже не понял, где поет Рауф и Фаек, а где Нелета поет Ну, надо как-то вокал подтянуть Я слышал, что Нелета в интервью говорил, что он поклонник Брайана Макнайта Я ничего не слышу здесь от Брайана Макнайта Нелета, когда мы услышим Брайана Макнайта в твоем песне? Вот это пение по слогам Это не Брайан Макнайта, отрывистое вот это пение Вот мне надо форму подтянуть А у Нелета с формой все в порядке, ему надо вокал подтянуть Маленькая ремарочка Мои доверенные шептуны канала Ра Музыка Донесли, что песня Рауфов и Фаека И Нелета, если тебе будет грустно, похожа на песню певицы Люси Чеботиной Которая называется Coming Out Которая была выпущена в этом же году В апреле Давайте послушаем Скажите в комментариях, что вы думаете Может у меня что-то с ушами? Если тебе будет грустно, приходите туда, где провожали Но песня мне очень понравилась И засела Топ Значит, Верка Сердючка Верка Сердючка представила новый Экстендед плей, новый мини-альбом, который называется Секси Сеху, как я говорю в России Лид-синглом, я так понял, стала песня Свидиш лалабай Make it rain champagne Была композиция, которая выпущена еще на Новый год Позитив Расколбас Вот я себе записал Минимум слов Сердючка знает свои сильные стороны Поэтому по мотивам песни на Евровидение Меньше слов, больше танца Слова, которые там есть, простые и понятные Зачем вам глубокий смысл в танцевальном треке, правильно? Скоро отменят пандемию Будем танцевать и тусить альбом Как раз, значит, к этому событию подойдет Неплохой трек для Сердючки Мы все соскучились Норм Группа Хёрдз Somebody Группа Хёрдз, значит, уже выпустила целый альбом Faith Он уже вышел Уже можете послушать И последний сингл Somebody Я послушал специально для этого видео Песня об отчаянии О токсичных отношениях Мол, я найду другую Ну, или другого Который будет относиться ко мне лучше, чем ты Какая ты какашка Мне надоело Я найду другую Это и не любовь была Но, наконец-то, я нашел в себе силы найти кого-то другого Тебе смешно, да? Но вот когда найду другую Уже не будет так смешно А, теперь ты меня слышишь? Теперь ты хочешь попробовать по-новому, да? А все уже Хёрдз, говорят А все же А надо было раньше, говорят Хёрдз Мне очень понравился закос такой под даб-степ Как, знаете, в песне Алекс Клэр Которая Too Close Очень понравилось И гитарное соло очень вкатило В общем, нужно послушать весь альбом Чего и вам рекомендую Топ! Калвин Харрис и The Weeknd Калвин Харрис, значит, объединился с Викиндом Чтобы раскрыть его новую сторону Пока, тем более, Калвин Харрис, о, Викинд на слуху Он только что триумфально выступал на Video Music Awards Забрал статуэточку В принципе, получилось неплохо У меня нет вопросов к песне Неплохо услышать Викинда в немного новом настроении Если можно так сказать Ему очень хорошо идет подпевать, знаете, таким ритмичным Более расслабленным аранжировкам Очень идет Послушайте Топ Кристина Агулера Reflection Версия 2020 года Значит, Мулан Новый фильм выходит на экраны Уже вышел в международный прокат 3 сентября И, собственно, Кристина Агулера Как автор трека Reflection знаменитого мультика Который еще вышел давно-давно-давно В 98-м году Который, собственно, и открыл ее еще сильнее Расширил начинающуюся карьеру певицы Значит, Кристину позвали Спеть трек еще раз в обновленной версии И сделать такой небольшой флешбек Для тех, кто смотрел мультик Мулан еще давно Голос с годами поменялся, естественно Кристина поет глубоко На свой манер, отличительный манер Кристины Агулеры Если послушайте песню Не спутайте сразу, что это она Видно, что склеила прям, как говорится, слова по кусочкам Мне не очень понравилось, что она часто Слишком заворачивала и слезала С мелодией ради мелизмов Но это понятно Она хотела спеть как-то по-другому Чтобы максимально избежать сравнений С оригинальной песней, которую она спела Когда была молодая Когда был голос в самом расцвете сил В конце даже что-то потянула Покричала Ну, хорошая песня Мне нравится Норм Привет, ребята Это Рамин из будущего Я монтирую ролик и понял, что забыл одну песню Джоджоу Lonely Hearts Вместе с Дэми Лавата Дэми Лавата потихонечку появляется у нас на горизонте Но, к сожалению, песня звучит устаревшая У обеих отличные голоса Джоджоу вообще не повезло Что же никак ей хороших песен не напишут К тому же жалко, что голос сейчас в принципе не в почете Увы и ах, песня Трах Парарах Флоп Элджей и Морген Штерн Лолипоп Кто не заметил А, наверное, уже все заметили Что песня построена на сэмпле знаменитого трека группы Руки Вверх Песенка 98-го года Который потом еще выкупила группа ATC Чтобы сделать песню All Around the World В стиле знаменитом нашем Евродэнс Европоп Который был популярен в те годы Еще в 2000-м году В этом никакой проблемы нет Я не вижу Значит, сэмпл группы Руки Вверх брали Огромное количество групп на протяжении всех этих лет Клип также висел в трендах на первом месте Очень долго Из-за невероятного сходства с треком Migos Walk it like I talk it Walk it like I talk it Ну и плюс, потому что это Элджей и Морген Штерн Морген Штерн Что вытворяет, я не понимаю, если честно То есть, я... Что это за феномен? Я себе пометил Каким бы тембром не пел Морген Штерн Как бы высоко, как бы он низко не пел Ни хрена не понятно никогда Это что за магия? Я не очень понимаю Этот конвейер Какой-то, вот знаете, абсолютно вторичный Морген Штерновский трек И даже бит мне в предыдущем треке Ice Больше нравился Да, там перегруз Да, там 3 килограмма баса Но такое ощущение, что рэперы чувствуют Какую-то острую необходимость Выпускать свои треки Так же часто, как я выпускаю видосы Ну, видимо Боятся, что их забудут Ну и индустрия требует Флоп Полна любви Кометы Полна любви Или Марина Демещенко Выпустила новый альбом сказки Лесной нимфы Который набирает большой шум в интернете И я вам скажу, не случайно Текущим синглом является песня Кометы И знаете, очень атмосферно Очень символично Бит такой в аранжировке очень интересный Напоминает, как будто взлет ракеты Припев меня в итоге погрузил Прям в какой-то интерстеллар В голосе у Марины прослеживаются такие, знаете, народные нотки Такой мягкий Интересный тембр Все это смешивается, понимаете С битами Все это смешивается с разными стилями И от этого интересно Я считаю, что альбом нужно заценить Ребята, это топ Егор Крит и The Limbo С песней Коколё Совершенно зачаточный трек Напоминает мне ранние потуги наших рэперов Тот же Лолипоп оформлен немного лучше Простейший бит, который я уже слышал несколько раз Значит, в одной строчке детка В другой строчке бэйби По сути, Егору как будто не хватает словарного запаса на русском Чтобы придумать вот распространенный текст Как мне в разговоре, ну вы знаете You know Но и на английском тоже запаса как будто не хватает Чтобы сделать песню иностранной Он же все-таки на русскоговорящей, русскоязычной рынок работает В итоге получается какая-то Зоя Виксельберг Это очень важно для сегодняшнего экономии И специально, что у него прайсы очень-очень рейсовные Прямо через слово англицизмы Я, кстати, еще не эксперт во френче Но можно ли вообще сказать Коколё Или это для звучности просто То ли речь про духи Шанель То ли речь о кокосах Ничего не понятно Флоп Нюша, пьяные мысли Народ просил, я добавил Надоевший нам хаус бит Для клубов Может, конечно, специально для этой аудитории сделано Нет хитовости, но есть танцевальная составляющая Но таких песен дохрена Если бы были какие-то хитовые ходы Или что-то нереальное, новое Или цепляющее То можно было простить даже бит Флоп Джексон Уэйн и Галантис Pretty Please Песня называется Не знаю, кто это Решил заценить Вы заходили мне на прямых эфирах в инстаграме Бомбили Джексон Уэйн Послушай Джексона Я думаю, господи, какого Джексона? Майкла Джексона? Нет, Джексон Уэйн Обложка очень похожа, знаете, на старые каратэ-фильмы С Джан-Клодом Ван Дамом Почувствуйте разницу, называется, с песней Нюши Тоже танцевальный трек Меня прокачал моментально Но я был сам удивлен В куплетах обработки немного на голосе То есть слышимой обработки немного Просто фальцету парня не очень смелый, не очень уверенный Поэтому мы его попытались как-то это прибрать аккуратненько Но это не суть Потом по обработке песни я только к середине композиции понял, что это кей-попер Но мне очень понравилось Что-то свежее вот в кей-попе, что я раньше не слышал Более агрессивная, такая смелая подача В отличии от тех ребят, которые мне уже попадались в обзорах Топ, послушайте Кэти Перри Шампайн Проблемс Кэти Перри выпустила новый альбом Смайл Но за день до этого умудрилась успеть родить ребенка С чем мы ее, собственно, и поздравляем Я послушал все Так и не понял, честно говоря, какой сингл был свежим Поэтому остановился на Шампайн Проблемс Где-то я его видел То ли в новостях, то ли фиг знает где Что-то там какие-то у него отрицательные у этого альбома отзывы У каких-то критиков Но они-то дают свою оценку А я-то даю свою Так сказать, в общий котел Не очень понимаю негатива Кэти Перри делает качественный поп Уже который год Просто из-за похожего звучания ее Вот к звучанию на старте Людям кажется, что она до сих пор застряла, значит, в этом стиле Поют эти детские песенки Но это же не так совсем Ответ кроется в ее бешеном буме с первыми альбомами I Kiss The Girl, Teenage Dream Вот эти вот все песни Они настолько были межгалактическими всемирными хитами Что у вас просто застрял этот стиль Въелся, по сути, в скальп Кэти Перри И вы вот, значит, вторите всем Что вот она такая сахарная Значит, цветная Пузырики, воздушные шарики Но песни вполне себе хороши Продакшн на уровне Да, есть пара филлеров Да, возможно, где-то присутствует какая-то инфантильность Но кто сказал, что она поет вообще о себе? Может, она такой продукт, который делает песни для вас, про вас? Ведь, знаете, как бы Тейлор Свифт тоже тридцатка Но она до сих пор поет простейшие песенки Как один изменил, значит, другой вышел В школе дернул за косичку Мы же все это слышим до сих пор И ничего Да, возможно, в плане развития как артиста Значит, Кэти Перри нужно как-то, может, что-то изменить Но это же не наше дело Наше дело музыку слушать В принципе, отдельно стоящий альбом неплохой Ее тембр так хорошо подходит под эти мид-темпа композиции Что, как говорится, если не сломано Вот именно здесь Особо ничего не хочется менять Вот такие, знаете, фитнес-песни Звучит все хорошо, норм Джейден Смит Falling For You С Джастином Бибером Джейден Смит Это сынок Уилла Смита Знаменитого актера, кто не знает Такое, значит, позитивное было начало у песни Я уже расслабился Но после слов Джейдена Я вообще не понял, что здесь происходит Что значит, если ты мне не позвонишь, я спрыгну с крыши Тупейший, что это за ультиматумы Тупейший самый идиотский хук, который я слышал Аранжировка вполне себе милая В стиле олдскула джаза И блюза такая мягкая И мне понравилось, как в своем куплете Бибер Интуитивно, знаете, заигрывал так с музыкой То есть расставлял где надо акценты То есть сразу чувствуется музыкант Но в остальном это пипец Какой-то дебильный ультиматум испортил всю песню Я понимаю, там типа метафора, знаете На английском влюбился, это значит Влюбиться, значит falling for you То есть я как бы падаю на тебя И парень говорит, значит, Джейден Что, если ты мне не будешь звонить? Я упаду, то есть он не говорит упаду Он говорит, я спрыгну с крыши Но это звучит глупо Задумка хорошая Реализация какаха У Джейдена Смита, кстати, вышел целый альбом Посмотрите, может там есть еще какие-нибудь фиты интересные Но этой песне я ставлю флоп Блэк Пинк и Селена Гомес Айскрим У меня в пометках здесь случайно Я печатался, у меня написано Селена Гомер Видимо из Симпсонов Селена Гомес решила как-то реанимировать свое присутствие на рынке Присоединилась к Блэк Пинк Вообще Блэк Пинк очень мощно закрепляются на рынке, я вам скажу Вроде как на их будущем альбоме будет дуэт из Карди Би И значит, скорее всего, Карди Би же там тоже готовит альбом Скорее всего, там это хитро все подстроится Я заметил такую тенденцию, что артисты аж договариваются Чтобы промо пересекалось Чтобы, знаете, такой был масштабный успех Значит, с Леди Гагой они вот только что делали коллаборацию Я смотрел клип Очень ярко, очень сладко Селена отлично выглядит, отлично держит себя Честно говоря, мы все с вами понимаем, что ее позвали Значит, как одну из самых популярных девушек в Инстаграме, да? Вы же понимаете? И жаль, что песня не приобрела ничего нового от нее Когда трек меняет свое направление Центром изменений остается все равно Лиса с ее речитативом А не Селена Гомес То есть в чем дуэт? Селена там не обязательно И голос у нее, знаете, немного даже похож на девчонок То есть практически и не различить Ну вот все хорошо, да не очень Норм Я, кстати, не стал делать реакцию на эту песню Потому что, ну, не показался трек достаточно хитовым Как тот же Динамит от BTS Он был более музыкальный Более мелодичный Я его до сих пор слушаю Но девочки молодцы Все круче и круче с каждым разом Предыдущий трек у них был хороший Весь тикток у меня уже вот здесь Вот здесь вот этот трек Прикольный Ну что, ребята, где вы со мной не согласны? Я уверен, будет не согласны Мне очень будет приятно почитать, собственно, в чем сыр-бор Я читаю, вы знаете, я лайкаю комментарии Смотрю, там что И вы друг другу лайкайте комментарии Поддержите друг друга А я посмотрю, значит, что вам больше всего понравилось Почитаю Значит, комментарии Вступайте, берите наше членство Все будет интересно Мы продолжаем раскручиваться, разворачиваться Значит, члены канала раньше видят некоторые ролики Вот, да, вот, вот так вот Да-да-да И вы об этом не узнаете Вы придете А уже под видео будут комменты Потому что, значит, мемберы канала Все видят заранее Также участвуют в вопросах Ну, короче, нажмите В описании Там есть ссылка Там все плюшки расписаны Да, высказывайтесь Где вы со мной согласны Где нет Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте Церемония Video Music Awards До сих пор там Вы можете ее полностью пересмотреть С моей озвучкой Все выступления там Что еще? Подписывайтесь на инсту Там у меня весело В сториз я вас репощу Выкладывайте сториз Как вы смотрите мои ролики С удовольствием вас репостну Да Почему я, кстати, об этом никогда не просил Люди репостят Я иногда думаю Почему не репостят? Потому что я не попросил, наверное Да Может, тогда лайк еще поставить И все Увидимся с вами в новом видосе Пишите, какие песни вам нравятся Ссылочки на песни Я стараюсь всегда в рубрике Топ или флоп Указывать в описании Нажимайте, слушайте, скачивайте И все И тусите Прыгайте под нее Танцуйте Ну, а мы увидимся в новом ролике Пока-пока Блин Носу аж